ну что товарищи отдохнули можно и поработать ё-моё смотрите как у нас хвоста зацветает красота какая да видите какой здоровенный цветок и в нем какой-то такие штуки непонятные прикольно так как же но он же смотри он же открытый еще об косил вокруг ну опять башни стыдат надо выкопать штыряху сейчас возьму лопату и блин пойду его выкопаю да кто-то делает так ребята девица бачка уже короче он немного тучек набегает и то есть солнце то есть то нету и я думаю нам будет гораздо легче поработать хребатки и выкопал ядрен батон видите сюда он был закопан метровый вот и был 70 сантиметров короче в землю из-за того что металл ржавеет он разбух и его было сложно оттуда короче выкопать ну то есть как вытянуть поэтому пришлось взять лопату и выкопать все теперь человека больше не поранится что сделать хотя бы сюда как-нибудь присобачить ну сейчас возьму там проволочки привяжем ребята у нас тут полный капец все что-то делают все чем-то занимается тут вон я огурцы расчистила полностью видите уже все до расчищала их поснимала все желтая что с них было вот тут под этим по расчищала полностью вот заборчиком вот тут еще осталось а ой ой не 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 надо не делай так не делай пожалуйста возьми ножнички и прямо в ведерко посрезают эти головки ведро подставляешь чик-чик-чик и посрезала понял потому что это же семена не все головки но так чтобы которые самые вызревшие так тут немножко прощищала в общем как вы видите я тут чуть-чуть возле заборчика ну короче все куча куча буряна так а тут же у нас тут сделала что я сделала тут сколи там вону садочки воюет с буряном света где-то там он где-то там кустарниках сидит одна кепка торчит где она там один а он даша по луку бурян трохи рвет потому что чтобы его выкопать оттуда чтобы нигде не промазать лопатой не перерубать лук здесь коля усю прокосил чтобы я могла до цветочков добраться посмотреть чё к чему там лишнее повырывать а все остальное поставлять красивенько там уже семена надо пособирать так а здесь мы дашь текай дай пройду а здесь видите вы вырезала я этот кабак толку с него нету он идет в основном в плети ну вот поэтому я оставила там где есть несколько этих тыковок видите но оно такое чертишу они тыковки оно такое вроде нарастает тыковки потом берут и отпадают это все из-за чего из-за того что у него дофига ща у здесь удобрения и он именно на листву дает прямо на листву он на вот это вот самое поэтому я его полностью срезала срезала вокруг него прорвало все там вокруг этого прорвало безбожно пообщипывала огурцы все желтые пятнистые там пару штук вон желтых пятнистых не заметила повыщипывала что будет то будет ребята были более пышненькие но я же говорю что я их желтые полностью посрезала аккуратненько будем посмотреть по удобряем по то по сё и чё чё к чему посмотрим так тут тоже еще по до помидоров не добралась надо там лишние помидоры которые слишком большие ветки по срезать ничего я же говорю там где много удобрения а тут же считаете она на этом растет на кизяке ну тут же свинки у нас были идет в зелень сильно с удобрением перед барща тоже не очень хорошо поэтому я же говорю оно идет сильно в зелень и много идет отростков если много отростков их надо обрезать иначе помидоров я не дождусь будет в основном зелень а помидорки будут маленькие и никудышные так что полуочастично зелень я здесь срежу так там у нас песик песик с палочкой бегает гуляет так но тут пока мы стеживание не все еще с огорода забрали урожай валяется надо будет перебрать чё к чему и дальше и стирка у нас еще как видите продолжается стирка продолжается все погнала я беру свой секатор куда его занесла тот секатор кто его знает беру свой секатор и вперед и спей с ней дальше продолжать чего нибудь делать сибака с палькой сибака с палькой какая вкусная палочка и слава богу солнышко запряталась прям хорошо так все где же дело секатор сидим шутим блин сидим шутим короче съездили на море до на недельку ёшкин кот теперь вы посмотрите целый день мы просто тупо впахиваем целый блин день божий уже нету никакой этой отдохнувшись и чувства отдохнувшись от моря ночи не уезжали ребята это просто копает смотрите показываю это вообще жесть просто и это только начало вон мы со светой здесь боремся короче с буреном даже борется там и это только блин начало вы посмотрите еще штук куча всего я просто в шоке думали его типа частично вырывать для того чтобы типа влагу помидором оставить но смотрим а он уже семенами начинает высыпаться если мы на его полностью оставим через некоторое время тут вообще будет не пойми что короче общем я в шоке так же вот так вот если у вас есть огромный огород думайте когда ехать на море это или прямо ранее ранее весной когда только все начинается или зимой в египет или сейчас уже бархатный сезон когда уже блин все уже сохнет уже незачем особо тут наблюдать ну это короче капец хотя в этом году уж видите дожди идут бурьян растет в прошлом году у нас уже такое время блин хоть бы даже не было ветер он средь какой-то начался в такое время у нас в прошлом году уже все сухое практически стояло потому что не было же дождей было очень очень все туго и плохо с этим а в этом году бурьян буяет мы уже забили эту всю яму пока ночи кучу вот как она какая куча то какая куча 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 это не выгребная яма вы поняли да там где сложится специально эти как они называются вон ту кучу там где сложится трава чтобы она перегнивала чтобы она то чтобы она все забили ее уже полностью травой это жесть ее еще есть и есть и есть ну кстати сколько помидоров но еще зелененький там у нас куча помидоров только ших из-за бурьяна тяжело найти эту жесть жесть ребята продолжаем бороться а что делать пишу ребята могу сказать по этому поводу это полный треш мне сейчас на спина просто отваливается сейчас немножко сели передохнуть уже вы понимали да оба уезжали было все чистенько это просто я же говорю это просто кошмар как такие деревья помогли ну не деревья но вы поняли да вы посмотрите на эти брюны могли вырасти за 10 дней это же кошмар это ужас просто кошмар если бы сама лично здесь не убиралась не вырывала по этим помидорам не ссыпала никогда в жизни не поверила что здесь было чисто что тут я вообще не знаю как мы будем помидоры выбирать чтобы вы поняли ведь но все срослось полностью с этими с тыквами тебя будем идти как-то прорывать со стороны тыков наверное будем обрывать усики и и пытаться в общем вы увидите уже мошкара начинает летать зараза грызться очень очень плохо сколько промудохались и сделали только уси теперь чеки но зато перцы на славу ой присаживаться больно он чё какие ведь красавчики по вон чё какие тут вообще весь куст залеплены знаете не моим куда бедным деваться забирать и там тоже дальше также не ну нормально перчики есть и помидорки есть на единственное что их же видите поломала вот смотрите какой бурьян я его тупо вырвать не могла какая ножка постепенно что-то что-то делаем что-то собираем как-то прорываем как-то вырываем куля в том садку борется с бурьяном это жесть вот они видите бурьян вырываем они падают ломаются обидно жалко помидоров слава богу много есть много конечно которые попортились он ведь валяется намазалась этим спину намазала хожу воню воняю а этот настойка из каштана такая вонючая и здесь видите тоже лук прорвали надо его сейчас по будет покопать сколько бурьяна тут петрушка показалась наконец-то веники наконец-то выдерла еле-еле их выкопала ну тут я вам показываю эту капустку и здесь надо еще по перцам пройтись вот не пошла по ним потому что блин включила нечаянно поливалку она тут залила водой видите что продали мне разве это горькие перцы сволочи останусь я в этом году без горьких перцев а этот вообще он ведь какая гадость что-то оно такое помесь блин сладкого и горького но это может еще и горький перец видите короче женщина мне продала рассаду а бышу называется поняли вот а я понадеялась на то что хорошая рассада а она получилась эти он сладкий перец сто процентов сладкий перец и он тоже такой непонятно помесь сладкого не сладко вот это горький перец видно длинные стрички подальше там что вот это еще может быть горький перец не ну не может быть это горький перец быть пару кустиков это хорошо слава богу это тоже что-то такое сладкое непонятно будем пробовать короче надо было у разных взять женщин тогда было бы хорошо это всегда раньше делал но это острый тоже перец нужно по обрывать то заново пойдет мы сюда сегодня точно не долезем я уже буду завтра тут заниматься тут свекла у меня пошла в семочку ёшкин кот жалко обидно ничего уже свеклу надо вырывать потому что она уже все такая хотя люди еще не копают и но она у меня такая перерастает прям огромное становится в этом году не чернобрыгчиков много классно люблю когда нарядненько не успела конечно там по дорожке рассадить их но как будет так будет там немножечко есть тут немножечко тут немножечко тут там у меня правда чтобы долезть надо еще долезть здесь немножко повыревали а здесь вообще жесть пожалуйста как туда долезть вообще надо рвать и рвать там еще тоже есть чернобрыгчики ну это весь щавель тоже покосить его надо вот такие тут рядок буряка тут рядок а петрушка вон тут у меня чего-то было я уже не помню что у меня тут было этот кориандр дальше собрала семена укропчик тут еще был и руккола у меня тут росла тоже вырвала кустик собрать семена в общем вот такие мы молодцы вот так что то мы делаем что-то у нас получается что-то не получается даже сегодня видео даже не выложила я сегодня у меня не было абсолютно времени может быть сейчас на вечер сяду скрипаю уже туда под вечер выложу какой-нибудь я даже вчерашнее видео толком не закончила сегодняшнее видео тоже так вот на пару дней у меня было что-то как-то себя плохо чувствовал вообще не камеру в руки брать не хотят ничего делать тоже вчера потихоньку раскачались и уже сегодня уже конкретно взялись на дело на спина что-то у меня как и то ли блин из-за дороги то ли акклиматизация фиг его знает непонятно ну то я приехала у меня сразу начала спина болеть смотрите что у меня полезла на этот на крышу как это растюшка называется кто знает кто мне напишет плетется она так вот и еще цветет но у меня в этом году она явно цвести не будет она молоденькая мы только осенью посадили она очень болела ну вот весной и вот только-только начало коля сделал эту штучку он только начало плестись мне еще когда ее сажала сюда мне говорили не сажайте близко к фундаменту она вам фундамент разрушит не знаю посадили да посадили я так хочу чтоб красивенько тут было ну покамись покамись так тут я так и не могу добраться сюда вы видите да до этого нашего садка тут яблоки попадали их тоже все надо пособирать раньше так хорошо было свинки были я коли говорила давай хоть одну заведем смотри сколько травы сколько кабачков сколько всего говорю подержим до осени да и все я не хочу а ну что смотрите и яблочки игрушки в этом году даже если она там подпорченная падает свинка все равно его слопает аж бегом так все просто падает и нет ничего ничего соберу давай кину выгребную яму очень выгребная яма все время забываю как она называется девочки мальчики что это такое так хосточки мои хосточки блин я раньше так хотела чтоб меня хоть раз были хосты которые цветут представляете они такие вот сирененькие цветут красиво а это будет белым цвести я как я видела только когда хосты белым цветут у меня в этом году представляете только посадила им будут цвести я думала им там надо столько времени чтоб они зацвели нифига классно обалденно просто эти коготки надо уже срочно собрать потому что как по насыпаются и будет мне счастье и в итоге деревцо цветущие как она тоже называется не помню хоть ты тресни такие цветы у него должны быть я уже не помню как она мне там рассказала она ведь можно его формировать чтобы было только один толстый стебелек и такой шапочкой но что-то я смотрю что как-то она шапочка у меня как бы его не формировала что-то она шапочка мне кажется не получится хотя можно попробовать нужно не в этом году что-то я такая замахана я вам передать не могу самолеты летают у нас сегодня целый день ой красивая яблочко висит еще живое надо колечку попросить чтобы он не сорвал его видно он розовый ботёк какой красивый да вырастет сад это нелегкое девочки мальчики дело поэтому кто покупает частный дом первым делом сажайте деревья мы вон с этим садом бьемся 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 оно бедное несчастное то сохнет то не растет то его какая-то тля зажирает то еще что-то так обидно зато персик был болел болел чем-то мы его побрызали уже не помню чем веточка это пошло самолётики самолётики так все ребята немножко отдыхаем дальше идем нам сегодня в планах надо все помидоры пройти обязательно потому что их собрать надо а чтоб их собрать сначала бурьян весь вырвать надо так что так первая ведерко есть и там еще на огороде 2 стоит это мы половину наверно собрали даже может меньшую половину